Ученик девятого класса второй гимназии Артём Скороходов на протяжении года вёл исследовательскую работу. Он скрупулёзно и тщательно искал сведения о жизни ветерана труда фондока Михаила Кожемякина. А затем собрал воедино всю информацию и написал эссе. Процесс для него был творческим и увлекательным. Я работал с ветераном, который здесь проработал свою почти всю жизнь. Он мне рассказывал, как обрабатывается дерево, как он работал. Понравилось, узнал очень много о жизни фондока, о работе, о нём. Вместе с Артёмом в конкурсе приняли участие ещё 29 ребят из 12 школ города и Центра туризма, краеведения, экскурсий детей и молодёжи. Всего на суд-жюри было представлено 18 работ. Помогали учащимся педагоги. Вместе они изучили Народный музей боевой и трудовой славы фондока, провели исследования, брали интервью. Процесс длился в общей сложности год. Прежде всего всё это шло, начиналось отсюда. То есть ребята, которые заинтересовались или захотели принять участие, проявили интерес к истории предприятия, узнали о том, что кто-то из их родных работал на этом предприятии, стали приходить к нам на экскурсию. Мы им рассказывали, подсказывали, давали какие-то документы. Потом они встречались со своими героями, кого они выбирали. На подведение итогов со словами благодарности к ветеранам труда обратился генеральный директор предприятия Андрей Портенков. А их в музее присутствовало немало. Среди них Зинаида Морщенко, Валентина Тонкая, Лилия Прорубич, Тамара Хорошун и Евгения Петруша. Все они стали героями рассказов школьников. Вы все фондоковцы, я всегда это говорю, потому что так или иначе, ваша судьба, судьба наша, связана с этим предприятием. И в этом году нам 90 лет с вами. Что такое фондок? Фондок – это такая большая семья, которая как-то уживается в этом городе. И, в общем-то, я бы сказал, что играет далеко не самую последнюю роль. Все работы, представленные на конкурсе, были отмечены дипломами участников первой, второй и третьей степени, а также спецдипломами. А руководители проектов получили благодарности.